Начинаем нашу после матча пресс-конференцию. В первом слове предоставляем главному тренеру гостей, Митрию Ивановичу Гуинько. Он поделится своими впечатлениями в игре и ответит на ваши вопросы. Пожалуйста, Митрий Иванович, послушайте. Мы неплохо изучили соперников. Знаем, что они поменяли схему игры, стали более агрессивными, насыщенные на атаке. В принципе, до пропущенного гола все было по контролю, но, к сожалению, ошибка, которую Данишек влиял на ход игры. Начали, ужасно начали, также с ошибки второй тайм. И, соответственно, команда такого уровня ошибок не прощается. Конечно, что команда стремится попасть в стыковый матч. За ухот, к примеру, не будет. Естественно, казал у нас. Хотя в первом тайме мы имели неплохие шансы в быстрых атаках, на что игрочные моменты были, подходы были. Игровые эпизоды решали неверно. Из-за этого не смогли бы выплатить то, что планет. Спасибо. Позволите, я говорю, задам вопрос. Вы оставили дома Фельчука и Мелказа. Чем вы вызвали? Нежелание вести в такой гаррию? Да нет. Пчатим отдохнуть? У нас Фельчук получил повреждения и уже порядка двух недель тренируется. Был бы подкат Касчелана в игре с Тосно. Порядил связки голеностопного сустава Мелказа, который сейчас в данный момент останавливается. А ощущалось потерять? Ну, конечно. В прошлой игре мы потеряли шестерых футболистов. Кто-то пропускал по карточкам, красные, шестерые, желтые и две травмы. И сейчас, естественно, потери до указаны для нас существуют. Спасибо. Коллегия Казарского курса. Спасибо. Продолжать нашу пресс-конференцию. Итак, еще раз наше поздравление с первой домашней победой Алексею Николаевичу и нашей команде. Ну, и, естественно, слово главному тренеру в его виде не сегодняшней игры. Что получилось? Может, какие-то недостатки, которые мы просто нашим любимым листам, пожалуйста, не говорим. Так, тяжело игра далась. Счет не отражает объективную ситуацию. Туренадуаре. Но очень тяжело. Первый тайм особенно хорошо. Удачно забили, где ребят раскрепостились. Но видно было, что он проигрывает опорную зону. Поэтому Фатак имел преимущество территориальное, но, как таковой, таких моментов возле нашего практически не возникало. Во втором тайме, да, удачно забили два гола и отдали им унициативу. Скажем так, экономили силы на следующий матч. Молодцы, ребята. Справились. Вы довольны. Я доволен. От бочевая должен быть доволен. Вопрос характерический. Пожалуйста, ваши умные вопросы. Алексей Николаевич, что вам удалось изменить с приходом в команду, что игра кардинально изменилась за неделю? Мы перестроились. Стали играть другую схему. И, скажем так, раньше был виден контроль мяча хороший, но проникающих передач вперед обострение. У чужих ворот его не было. Очень мало создавали моментов. Поэтому ребятам сказал, что надо агрессивнее играть в чужих воротах. Срываться вперед. Забивать голову. Мало забивали. Прорвало. А в психологии что-то изменили? В мораль? В психологии. Ну, судя по всему, вам это удается. Посмотрим. Я так понимаю, 2-0, 3-0. Дальше. Ладно, все. Прогрессию устраивать. Кто знает, с каким страх едет? Вновь. С битки. Команда уже приняла битву. Срочно вышла. Ну, они премьерные. А у нас идет прадьба. Попадание. То есть мы туда едем не просто так? На каждую игрушку такое не просто так. Я думаю, это заметные ребята полностью. Выхлестывали. Коряну плохо стало. Ну, духота, наверное, еще не стеркнулась. Да, вес-то поменялась. Температура, водя, жара. Ничего, тянемся. Еще вопросы? Все.